Ты знаешь, что это твои слова из дневника? Да, как? Ты охренела, хейтер, блин! Ты, блин, хейтер! На абразуру лезу первая, понимаешь? А вы не цените всё это, гости! Дай сюда! Привет, мои хорошие! С вами Селена Све и... Та-дам! Скромня Гагри! Привет! Привет! Мы в то же время, в то же место... Не видно, что у меня? В то же час, в то же минуту... А, да, в то же время, в то же место... В то же час, в то же минуту... В общем, с вами будут вкусняшки фикс-прайс. И солёненького немножко, и сладенького в основном. Так как в последнее время я начала заходить в фикс-прайс, а там всякие сладюшки! Что-то там делает мой сын. Итак, давайте я... Мы начнём как бы с солёного, но солёного немного, и некоторые мы пробовали. Давайте начнём с... Ну да, я начну с того, что я соскучилась за паштетом сливочным, по ГОСТу. Ты его пробовала, помнишь? Давно-давно в фикс-прайсе я брала его. Я одно время перестала брать, но знаю, что многие девочки, кто меня смотрит, писали мне... Селена, спасибо тебе за открытие! Это супер-супер вообще паштет! Мне понравился его состав. Там, кстати, был ещё один паштет, он был из копчёной или горячего копчения, или какого-то копчения, там, короче, кильки. Но там не было состава написано вообще. Здесь состав вообще без ешек, без ничего, поэтому я рекомендую вам, кто ещё не пробовал, а я соскучилась и взяла его. Но мы сейчас его открывать и пробовать не будем, потому что мы все знаем его. Правильно? Да. Просто Селена похвасталась, что она его купила. Да. Второе, что это вот такие чипсы, которые тоже я сто лет назад брала, и я за ними, честно говоря, соскучилась. Не знаю, я в последнее время реально даже в еду не заходила, в фикс-прайсе, только всё, покупки, покупки. А тут решила позаходить, и уже второе видео для вас снимаю с Кристинкой. Мне кажется, вдвоём веселее еду пробовать, чем одна такая сидишь там, пробуешь, да? Поэтому буду пробовать? Ты хочешь попробовать? Ну, если нет. Нет? Ну, если нет? Потому что мы тоже знаем, потому что прошлые видео о еде, которые я снимала, они в каждом видео были. Поэтому я их просто взяла, потому что соскучилась. Да, я пробовала у тебя там. А помнишь, которые мы пробовали в прошлом видео? Как они назывались? Русская картошка, московская русская картошка. С чем? С лук, с чеснок, с лук, с метаной. Ты вспоминаешь вообще про прошло-прошлое. С креветкой. С солью. Креветка офигенская. В прошлом видео мы пробуем с Кристинкой, с креветкой, московский картофель. Он такой охренительный. Всем рекомендую. Так, еще я взяла вот такой кофе. Смотрите, три в одном. Кофе Жокей. Вообще, кофе Жокей, я считаю, что это неплохой кофе. Я его как-то пробовала. Но здесь растворимый. Знаете, растворимый кофе, вот именно в таких пакетиках, и просто, да, они чем-то отличаются. Как ты думаешь, хороший это кофе? Я думала, да. Вот этот будет Жокей, именно я думала, будет хороший. Мы его в конце видео попробуем, потому что здесь три варианта. Крепкие, мягкие и нежные. Мы все их заварим, варианты, и попробуем, да. Но в конце видео, потому что нужно будет идти на кухню, ставить чайник и так далее. Мы отложим до конца видео, так что оставайтесь с нами, кому интересно. И сладюшки. Сладюшки! И первое, что я увидела, это вот такие хрустящие трубочки. Вообще, я никогда в фикс-прайсе не покупала вот такие вот огромные какие-то пакеты. Не знаю, мне просто кажется, что это невкусно. Но здесь написано трубочки хрустящие со вкусом шоколада и выглядят очень аппетитно. И главное, что их очень много. Целая коробка. Реально много. Сколько здесь? 400 грамм. Ты пробовала? Попробуем? Давай тюрьму. Слушай, оно крепкое. Да ладно тебе. Молодец. Ну давай, раз ты открыла, пробуй первое. Я хочу. Можешь под косточку. Послушать, что ты скажешь. Шоколад чувствуется? Угу. Хрустяще. Не шоколад, а какао. Такой заварной крем какой-то. Какао. При вкусах никаких левых не присутствует. Вкусно. На удивление. Мне кажется, окрасители минимальные со количеством. Да. Они честно написали со вкусом шоколада. Это не шоколад. Просто какао. Слушай, ну вкусненько. Угу. Мне нравится. Мне кажется, деткам вообще прикольно. Раз, раз, хрустеть. Ну только от трех лет. Я думаю. Моему матушу еще рано. Там будет написано. Сколько лет детям? Состав, а ты уже сама решай. Мука пшеничная, сахар, растительные масла, в том числе соевые. Сыворотка малышная сухая, мука кукурузная, какао-порошок. Мука. Ясовая разрыхлитель, соль поваренная, эмульгатор, лицетин соевый, антиокислитель, токоферолы, концентрат смеси, ароматизатор, шоколад. Может содержать незначительное количество орехов, арахиса, яичного белка. Все. В принципе, не очень вредно. Нынка уже чипсы разбирается. Вот это ему вообще не задавайте. А ну спрячь. Короче, это одобряемся? Вкусно очень, да, к чаю супер просто. Можно. Оставлю, оставлю себе, у меня племянница приходит, гости приходят. Я думаю, что к чаю будет самое то. Еще скорее я спешу попробовать это вот такие вот сладюшки. Это похоже на то, что мы пробовали в прошлый раз, только они более такие мягкие, более такие, ну как бы сдобные, да. В прошлый раз прям печенье мы пробовали. Я не помню, если честно. Крис, мы были блины вафельные печенья. Что ты не помнишь? Ой, какие печенья? Я не помню. Ну вот как в детстве готовили. Как в детстве готовили. А, галеты. Вот, в прошлом видео мы пробовали похожие, только... Нет, совершенно не такие. А мне кажется. Это более мягкие. Это более мягкие, да, но они отличаются. Короче, я хочу скорее попробовать, потому что я такие штуки вообще люблю. Мне кажется, они очень вкусные. Мне кажется, они очень вкусные. И опять же, здесь очень много всего. Что ты хочешь сказать? Я хотела сказать, что совершенно другие печенюшки, те более сухие, они вот, видимо, сделаны на такой вот с двух сторон. А это, хотя это тоже похоже с двух сторон. А, ну по... А эти более похожи. Мягенькие такие. Для подсушения эти... Подмоченные. Вообще, вот это вот готовится очень легко. Она очень вкусная. Вообще, готовится очень нелегко. Вообще, готовить нелегко. Это прям... Да, вкусно. Сколько нужно сахара вообще, вот прям суперотлично. Подожди, щиплют. Может, я хочу еще взять. Следующее, что я взяла, это вот такие вот пичи классические. Я думала, что они такие же мягкие, как предыдущие, но нет, они твердые. Я их потрогала ногтем. Кстати, открою вам секрет. Всегда, когда я иду в магазин, чтобы проверить, насколько что свежее, что касается особенно печенья, я кусочек протыкаю ногтем. И если под моим ногтем, ну я прям не протыкаю, то есть внутри упаковки. Упаковку я не протыкаю. И если я, ну протыкается, то оно не вот это, а обычное печенье, потому что вот это очень крепкое. Я сразу попробовала, вот так, да? Оно не протыкается. То есть я понимаю, что они твердые, они мягкие. И печенье, оно должно прям под ногтем сыпаться. Если оно прям сыпется сразу, то значит оно свежее. Потому что очень часто, почему я так стала делать? Потому что очень часто продается все не свежее, и оно, знаете, так мягко отламывается. Такие печенье я не люблю, я люблю хрустящие. Да ты просто не любишь такие печенья. Короче, если смотрят директора или ЭП магазина, я бы ее не пускала. Уведите Селену в магазине, следите за ее ногтями. Ладно, открываем. Итак, пробуем. Чем дальше, тем вкуснее. Ну да, сразу какой-то безвкусный вкус. Песочное печенье, очень сладенькое, и мне нравятся они тем, что они такие маленькие, маленькие печенушки. Очень вкусные, одобряем. Вот это то, что я люблю в чай. Дальше, то, что я взяла, это трюфель оригинальный. Там были еще варианты трюфеля, но мне почему-то именно этот понравился вариант, я захотела именно его попробовать. Вообще, трюфель я очень люблю, они реально очень вкусные, но что в фикс-прайс нам подготовил? Посмотрим. А трюфель я очень люблю, трюфель. А кто их не любит? Вообще, гвозди должны первые брать. Я смотрю, все время первые, а залазили. Ты охренела, хейтер, блин. Ты, блин, хейтер. Вообще, я всегда брала, даже когда с мамой, я брала всегда первые, потому что, мало ли что, там на образуру лезу первые, понимаешь? А вы не цените все это, гости? Дай сюда. раз, раз уж на что пошло. Что скажешь? Ну что вкусно? Ну как? До трюфель, до этого ел. Для меня всегда труфель это вот такой формы елочкой, и они так присыпаны, и суховатые. Для меня вот это вот просто как вкусная конфета. Ну они очень вкусные, на самом деле, вкусные, нежные. Ну разные есть, есть горькие, допустим. Но они вот как-то более как суховый, ну другое, да, такое вот? Ну мне кажется, они не вкусные. Ну эти я бы не брала второй раз. Просто как конфета, да? Да. Ну нежный шоколад, здесь есть что-то похожее на трюфель, но оно... Дайковатый вкус. Вообще не разные вкусы есть. Возможно, просто этот мне не нравится. Вот. Ну короче, можно попробовать взять, если что-то шоколадные конфеты. Деня, хватит все раскидывать! Ну а теперь мы идем заваривать с вами это кофе ЖК и пробовать. Да, то я собираюсь в дорожку, как раз Селена меня проводит кофе, чтобы я сейчас хорошо в дорожку пирожок в дорожку. Ты знаешь, что это твои слова из дневника? Да, как? Ну что здесь? Серьезно. Ну так ты издевалась? Над моей детской ранней мы дышу ее. Кошмар. Все, идемте заваривать. Мы пришли на кухню и в общем-то небольшой обломчик. Три вида, которые здесь нарисованы, это значит, что всего существует три вида. А я каким-то чудом взяла именно нежный вариант. Да, на главный тут и написано нежный. Но я такая невнимательная, что да, я взяла, короче, нежный. Поэтому мы сейчас просто заварим один нежный и попробуем, насколько он нежный. Насыпай, Крестюшкин. Ну быстрее, что ты как в замедленных фильмах. Теперь наливаем кипяточек. Интересно, надо сахар туда или нет? Ты прям по самые края налила. А оно осаживается, оно сразу испаряется. Ладно, сейчас будем пробовать. Итак, мы заварили наш нежный кофе. Давай, Крестюшенька, пробуй. Он очень горячий, поэтому очень аккуратный. обычный кофе как в порошках. Кофе как в порошках, вот знаете, три в одном. Кто пробует такое? Ну дай-ка я главную. Я в 93-м пробовала. Какой он сладкий. Ну конечно же, отличается от того, что ты самостоятельно делаешь. Так как готовые уже смеси, которые продаются вот в дорогу, там три в одном. Вот такой же вкус. Вообще невкусный. Я бы лучше без кофе, а с чаем обошлась, чем такой. Почему продается? А когда привыкаешь? Я первый раз, когда тоже попробовала такой ужас какой. То, что я чувствую, я люблю растворимый кофе, у меня есть растворимый кофе, это вообще другое. Это вот просто какая-то жижа, супер сладкий. Кофе тут... Точно такое, их давно продают в дорогу, которые сбалансированы. Но кофе тут вообще не чувствуется. Херь какая-то. Хиробура, как говорит мой Ленок. Ну ты будешь покупать? Я вообще, как вот первый раз попробовала в 70-м. Может отдать вашим гостям? Давай нашим гостям. Приходите к Кристине в гости, она когда приглашает гостя. Знаете, будет угощать вас кушаем, тревожим. Очень вкусным. Чего? Очень сладкий. Держите, что-то нет? Чего ты смеешься? Тебе все понравится? Кофе взбодрило. Кофе реально крутой вообще. Вообще, сейчас пулей полечу. Ну я специально оставила тебе на дорожку кофе с горошком. Все, мои хорошие, надеюсь, вам Еда Фикс Прайса в нашем исполнении нравится. Вы действительно что-то для себя открываете новое вместе с нами и пробуете. Мы только рады, если вы сидите сейчас где-то с чаем и пробуете вкусняшки, которые мы пробовали и дали ему одобряться. Но сейчас мы с вами прощаемся до следующего видео, иначе Кристина писается от смеха. Пока-пока. Подписка, лайк и ссылка на Кристину внизу под видео. Переходим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok